здравствуйте сегодня 21 февраля 23 года и я начала посев живу я в регионе кузбасс это западная сибирь и так рано я начала сеять инди терминантные сорта это высокорослые сорта которые больше 1,8 метров вот так же таким способом можно сеять перцы можно сеять томаты благодаря этому способу у вас будет отличный урожай крепкая рассада в первую очередь у вас будет очень крепкая рассада которая потом легко приживется как на улице так и в теплице а если у вас будет крепкая рассада то и это будет способствовать большому самому вкусному сладкому урожаю конечно многое зависит от сорта томата многое зависит от подкормок томатов также как вы за ними будете ухаживать и от погоды тоже много зависит но тем не менее этот способ посева я использую давно и он помогает именно в том случае если у вас мало места дома и у вас большое количество рассады то есть вам надо посеять больше 100 200 или 300 сортов и вы благодаря такому способу сэкономите очень много места вот данный способ работает эффективный и очень мне нравится я вам рекомендую так я всегда сею свою рассаду в ящике ящики занимает мало места и их удобно очень поливать я их помыла ящики подписала также мы будем использовать грунт грунт вы можете приготовить свой я беру всегда агробалт синий это торф нейтральный верховой грунт универсальные любой марки я тут взяла агриколу также нам понадобятся ящики и перлит и также мы будем обрабатывать почву это фитоспорин вот такой вот простой я всегда беру в жидком виде потому что он рабочий и нам понадобится циркон для стимуляции роста сходов вот так вот грунт если вы не хотите с грунтом заморачивать берите любой универсальный и так я беру большой тазик на 50 литров кладу 30 процентов торфа нейтрального верхового обязательно нейтральный не кислый ну и закладываем 70 процентов грунт универсальный обычная земля тут меня чистый чернозем также добавляю немного перлита буквально наверное 500 миллилитров на 50 литров тазика все это хорошо перемешиваем поливать не надо грунт мы его будем проливать уже в ящиках и так берем наши ящики и закладываем полу ящика нашего приготовленного грунта почему именно половину потому что ну потом можно подложить еще земли ну и я буду я буду резать свою рассаду я так рано сею для того чтобы потом использовать китайский метод обрезки я обрезаю потом растение между третьим четвертым или четвертым и пятым листом вот кладем туалетную бумагу и давайте приготовим раствор тут у меня по инструкции именно вот этот фисоспорин он очень концентрирован надо 1 миллилитр на 1 литр воды вот и циркона я тоже использую 1 миллилитр на 1 литр воды это много но так производитель рекомендует именно замачивать семена поэтому а мы только считаю их замачиваем грунте чтобы они взошли поэтому вот так я использую 1 миллилитр на 1 литр воды того и того вот обязательно обмочите бумагу зачем мы вообще используем бумагу многие у меня в комментариях спрашивают для чего она трата денег во первых бумага помогает зафиксировать семена во вторых семена в этой бумаге они быстрее намокают и быстрее всходят то есть они постоянно влажной среде плюс если бумагу у нас там лежит нам не надо накрывать пленкой ящик то есть он у меня будет открытый и благодаря бумаге семена взойдут быстро также я заметила что благодаря бумаге не бывает космонавтов то есть семена сходят уже без семечек прям стопроцентные всходы без космонавтов то есть отлично сходит и уже сразу открывают листочки попробуйте я уверена что вам понравится и так еще такая особенность что бумага должна быть однослойная или двухслойная но из-за и обратить внимание что она очень хорошо рвется если ее намочить а то бывает такая то знаете деревянная толстая такую не используйте обычную тонкую которая хорошо вот рвется при намокании я всегда сею по 5 семян для чего я это делаю хотя я сажаю под бавлунку да но я так проверяю естественный отбор из пяти штук могут зайти не все из пяти штук могут какие-то быть невзрачные очень плохо растут такие сразу отсеиваю потом из пяти штук я оставляю два самых сильных ростка вот семена у меня есть как покупные магазины так и коллекционные как вы видите вот это из пакета коллекцион они конечно взойдут на третий день а те что из магазина обычно сходит на пятый шестой седьмой день то есть но тем не менее все равно быстрее бумаги сходят магазинные семена особенно если использовать стимуляторы и так давайте вернемся к тому что я и детерминатные сорта высокорослые обрезаю на стадии 3-4 листов ну между тремя и четырьмя листами для чего это делаю обрезка идет в тот момент когда чтобы вы все наверно знаете что некоторые сорта томатов закладывают первую кисть между 7 8 и 9 листом это очень высоко практически полметра и вы теряете большую урожайность вот этого как раз полметра и когда вы обрезаете растение между 4 и 5 листов вы сдвигаете кисть ближе к земле у меня такое было я после обрезки у меня кисть прям через 10 сантиметров первая появилась очень удобная и потом через каждый лист появляется новая кисть из-за этого урожайность она становится намного выше то есть если вот эти полметра что вы потеряли не обрезая растения то вы получите еще примерно две-три кисти благодаря вот такой обрезкой как это делается у меня нету видео и показывать я об такую обрезку я обычно делаю в конце марта вот сейчас рассада она будет расти до конца марта и мне будет примерно 78 листочков настоящих 78 листочков и между четвертым или пятым иногда между третьим и четвертым листом я обрезаю растение и укореняю снова укоренять можно как в воде стаканчики со стимуляторами со стимуляторами быстрее укореняется например с корневином либо сразу обрезал и сразу в грунт сажаете в течение двух недель растение укореняется она не растет у него появляются новые корни вы таким образом сдерживаете рост растения плюс из-за того что вы его посеяли рано он начнет растение начнет плодоносить раньше то есть уже в июне появятся первые красные плоды первая кисть будет закладываться уже ближе к земле и самое важное то что первая кисть будет у земли вы получите а раньше намного урожай и будет урожая больше то есть если сокорослые сорта они некоторые бывают больше двух метров и закладывают очень 10 12 кистей то вы получите все возможные кисти и они у вас уже поспеют концу августа очень удобный метод и я практикую данный способ именно на высокорослых растений детерминатные сорта я так не обрезаю хотя их можно тоже между вторым и третьим листом вполне подрезать и так сдержать рост рассады и так посев детерминатных сортов у меня будет первых числах марта гномики я тоже планирую сажать 1 марта и наверное 8 марта я буду сеять низкорослые сорта которые по 50-60 сантиметров высотой все они уйдут на улицу я их тоже обрезать не буду вот обрезаю я только и динтерминатные сорта если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена а